Привет, это Лего Кирпичная История, и мы продолжаем. Продолжаем помогать людям, помогаем мы им как? Строим сооружения, чтобы они могли ходить, бродить, летать и всё остальное. Ну, самое главное, это я себе строю, чтобы мне можно было куда-то добраться. Но ещё самое, что немаловажное, это мы выручаем дедушку, у которого профукан парк аттракционов, потому что он его засрал, и нам нужно прибраться там и починить всё. Значит, я тут вижу кого? Тут панк, который держит фотоаппарат, видимо, не может с ним разобраться. Здесь у нас серфер какой-то. Это не бедуины, это не люди, которые живут в Египте, если это Египет вообще. Давай поболтаем вот с этим горожанином. Ну и беспорядок. Понятно, немногословный. Кошечки. Кошку. Мяу. Я думал вначале, что кошек нужно будет собирать, но нет, их не нужно собирать. Войти можно здесь, отлично. Хорошо, это мы выяснили. Но кошки просто гладятся, то есть я их глажу, они мне в ответ мяукают, и как бы всё. С кем я ещё тут могу повзаимодействовать, с кем могу поболтать? Вот, с купцом, может быть. Баснословно богатый купец. Приветствую, что там мне подсказывает, вы знаете, что здесь происходит. Что с вами? Почему у вас такой голос? Что? Что? У вас голос дрожит, вы разве не видите? Как он видит? Он может услышать. Помилую гор. Сперва земля трясётся у меня под ногами, а теперь эта летучая штуковина говорит, будто видит, как трясётся мой голос. Извините, не хотел вас напугать. Наверное, мне показалось. Съем не бывает. Но вы только посмотрите на рынок, как будто гиби... 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 Хотел прочитать. Бегемот прошёлся по посудной лавке. А я что могу сделать? Все строители слишком заняты на стройке. Мы с радостью помажем. Что нужно сделать? Как это благородно. Предложить помощь бесплатно. А кто сказал бесплатно? Мне нужна энергия. Ваше счастье. Вы очень добры. Предложение принимается. Устная договорённость приравнивается к контракту. Вы не сможете претендовать на зарплату, отпуская больничный и страховку. Ах ты, какой хитрец. И даже не вздумайте организовать профсоюз. Он знает, что такое профсоюз в Египте. Ладно. А, ну ладно. Кстати, ваш голос выглядит так, будто снова вот-вот затрясётся. Да, мой голос. Мой прекрасный голос. Мне надо как врачу. Ясно. Помочь торговцам на рынке. С чем помочь? Тебе нужно помочь? Придирчивый купец. Ну, давай поболтаем с тобой. Добрый день. Мы можем чем-нибудь вам помочь? Да, умоляю. Я в отчаянии. У меня очень строгий начальник. Он требует, чтобы товары стояли в определённом порядке. Но землетрясение всё перепутало. И я не могу сообразить, как правильно расставить всё обратно. Помогите, прошу вас. Он оставил только эту странную записку. Тут сказано. Кекс нужно держать как можно дальше от золота. Миниатюрная пирамида должна стоять слева от золота. Самый маленький и самый большой товар должны стоять рядом. Бутылку ни в коем случае нельзя оставить рядом с кексом. Я ни шипа не понимаю. На вас вся надежда. Не стоит волноваться. Мы поможем всё расставить по местам. Ну, хорошо, давай. А подсказка будет? Мне где-то записку это нужно. Потому что я прочитал, но я не запомнил. Не шиша. Еловый пень, блин. Ладно, заходим. Значит, о-о-о, вот есть эта подсказка. Отлично, она здесь записана. Значит, давай, смотри. Кекс нужно держать как можно дальше от золота. Значит, скорее всего, кекс это вот это вот, да? Кекс должен быть... А, золото. Вот это вот, наверное, золото. А вот это что такое у нас? Миниатюрная пирамида. А, вот это пирамида. А вот это золото, наверное. Значит, давай сюда поставим. Миниатюрная пирамида должна стоять слева от золота. Слева от золота, то есть... То есть, подожди. Вот так вот. Допустим. Самый маленький и самый большой товар должны стоять рядом. Самый большой это, конечно же, бутылка. А маленький это пирамида. Ммм, бутылку ни в коем случае нельзя ставить рядом с кексом. Ага. Ага. Ха-ха. Ха-ха-ха. Так. Бутылку с кексом нельзя. Так, если это пирамида, я делаю вот так. Бутылка здесь, а золото здесь. Закончить. Все. Я расставил. Хвала-ра. У тебя получилось. Теперь я вспомнил. Именно так все и должно быть. Хозяин будет доволен. Может, даже сделает меня сотрудником месяца. А ты всего тут один стоишь. Рад помочь. Майль, салама. Салама или салама. Салама, наверное, ударение. Не знаю, как правильно поставить. Хорошо, здесь закончили. Идем дальше к остальным торговцам. Вот, телохранитель. Телохранитель богатого купца. Вы не пройдете без разрешения от моего босса. Хорошо, я и не планировал. Дай вот этому поможем. Ребят, давайте я вам помогу. Что у вас тут случилось? Горожанин. Эти двое ругаются самого землетрясения. Так, я даже с ними поговорить-то не могу. Может, к тому подойти, усачу? Усач. Можно к тебе? А, к нему не подойти. К нему не пробраться. Это что тут за ассасин? В накидке такое. Что у тебя тут? Продавщица кошачьей мяты. О, понятно, почему тут так много кошек. О, вы хотите мне помочь? Как мило. Мой прилавик совсем развалился. Сможете отстроить его заново? Да, легко. Легко. Сейчас отстроим. Только я не знаю, как он выглядел у тебя. Значит, она в середине. Понятно. Как будет выглядеть твой прилавок? Я сейчас должен его придумать. Подожди, это слишком... Хотя нет, это нормально. Это нормально. Разворот. Вот это будет прилавок, наверное. Давай я сейчас ускорю видео, и ты увидишь конечный результат. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот такая вот лавочка у меня появилась. Лавочка-скляночка. В принципе, выглядит неплохо. Интересное сооружение. В общем, заканчиваем. Отчитаться богатому купцу. В принципе, я здесь все восстановил, вроде бы как. Вот тут еще можно поболтать. Слушай, продавщица кошачьей мяты. Давай пыла. Какая красота. Большое спасибо, что помогли со строительством. Очень я рад, что тебе понравилось. Ну, в принципе, все, кроме вон там вот развалившихся бананов, лавка с бананами. Там я уже ничего помочь не могу, ничего сделать тоже не могу. Поэтому с купцом болтаем. Ваша помощь на рынке бесценна. То есть бесплатно. Но все равно большое вам спасибо. Не уходите далеко. О, помните, вы сказали, чем мы можем помочь. Мне все еще нужна помощь. Так что вы связаны нашим контрактом. В смысле? Я здесь закончил, а ты с меня еще помощь трясешь. Я заказал статую своей любимой кошечки. Но мне кажется, что рабочие отлынивают. Сходите-ка на стройплощадку и проверьте, идут ли работы. Поскорее бы увидеть готовую скульптуру. Я уже сам будто кот, который готовится к прыжку. Ну, знаете, когда у них глаза вот такие, я именно так себя чувствую. Весь в предвкушении. Осмотреть стройплощадку. Это куда мне идти? Стройплощадка, наверное, это где охранник охранял, да? Пойдем туда сходим. Хотя, ну, я сейчас попробую, конечно. Вы не пройдете. Не, он меня сюда не пускает, окей. Не проблема. Нас как раз твой босс и прислал. Можно пройти, пожалуйста. Вы не пройдете. Хм, если он и правда вас прислал, то должен был дать вам пропуск. А я не вижу пропуск. Значит, он вас не присылал. Проваливайте. Уф, вот зануда. Ну, ну что, думаю, надо опять поговорить с управляющим рынка. Только и делаем, что ходим туда-сюда. Пойдем, поболтаем. Хотя, прежде чем мы с ним заговорим снова, я хочу подняться наверх и зайти в это помещение. Поглядяка, что там. А, это мы на второй ярус вышли. Птичку, птичку, птичку хватай. Птица! Вот эта штука, можно ее как-то переключать? Нет, с ней взаимодействие нельзя. Тут мы вроде бы, вроде бы все получается. Я сейчас еще вот так вот покручу, поверчу. Тут вниз можно спуститься. Там, кто внизу там прыгает? Не могу понять, что это за существо. Больше здесь некуда идти. И вроде бы как здесь все. Все, окей. Идем к купцу. Купцу-продавцу. Чтобы он дал нам пропуск. Да идите-колотите. Ну что-то не может зайти, подняться, найти кирпички. Дай бы пинка этому панку, чтобы он уже выкинул свой аппарат, в фотоаппарат и смотрел, наслаждался пейзажем так. Почему вы до сих пор здесь, а? Я же сказал вам, проверить рабочих. Ну да. Но какой-то человек не пускает нас на стройплощадку, говорит, нужно письменное разрешение. Что? Опять? Он до сих пор кричит, что вы не пройдете? Я говорил ему перестать это действовать людям на нервы. Ох, просто дайте ему вот это, и он вас пропустит. Что он там дал? Пропуск. Теперь вы можете зайти на стройплощадку. Какой-то документ, как водительское удостоверение. Ну, пойдем. Неужели он дал вам пропуск? Просто так? Ладно, показывайте. Да-да-да. Всем даю разрешение. Хорошо. Отлично. То, что нужно. Огромное спасибо. Я так рад, что вам удалось получить пропуск. Развлекайтесь хорошенько на стройплощадке. В смысле развлекайтесь? Мы туда работать идем. Ну, и ты тут развлекаешься. Может, ты отойдешь? Благодарствую. Все, пойдем. Е-е-е-е, стройплощадочка. Песочница. Огромная песочница. Строители есть, слава богу. Я думал, что их тут не будет, и я буду все строить за них. О, трактор какой крутой. Наверное, мы на нем поездим. Пирамида. Возможно, Хеопса. Ну? Эй! Вы куда это собрались? Спокойно. Твой босс послал нас проверить, все ли у вас в порядке. В порядке. Тут было землетрясение. Массыны перестали работать. О моей работе и так растряслись, что стоит мне отвернуться, как половина разбежится по домам. Мы пришли помочь. Что нужно делать? Правда? Ух ты, здорово. Вообще-то есть одно дело как раз для вас. Недалеко отсюда на раскопках работает пожилая профессорша. Она слегка не в себе, но может знать, что здесь происходит. Тесно говоря, от нее одни неприятности, и все-таки не могли бы вы к ней сходить. Только осторожнее. Это подстрясное землетрясение рассотало большие вулканы. 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 Опасность. Здорово. Сейчас сходим. Сейчас сходим и поболтаем с этой пожилой дамой. Похоже, это единственный путь. Как же нам перейти эту пропасть? Похоже на старый каменный мост. Давай отстроим его заново. Сейчас отстроим, только я здесь хамелеон увидел. Опля. Я его сейчас возьму. Я забыл, что из склянки могу бить. Спасибо. Тогда давай займемся строительством. Войти. Войти на стройку. Войти на стройку. Нифига себе. Вот это... Вот это мостик. Так. Подожди. Как это должно выглядеть вообще? Надо башкой немножечко подумкать. Вот я и попал в тупичок, да? Походу придется все перестраивать. Ну вот. Вроде я что-то построил. Все это криво-косо. И по идее не должно так выглядеть. Странно, что вот тут вот как-то так приподнят. Короче, я думаю, что сейчас симуляция провалится. Но это вот из пяти попыток. Это вот первый построившийся мост. До этого у меня ничего не выходило. Ладно, давай симуляцию включим, посмотрим. Так, заехал. Ага. Все полетело в тартарары. Не, не прокатит. Нужно мудрить дальше. Второй вариант моста. Осталась также куча деталей. Можно тут немножечко красоту навести попробовать. Типа, типа, типа. Да не будем наводить красоту. И так я тут слишком долго провозился. В общем, эмулируем. Смотрим, пройдет, не пройдет. Так, да, да. Отлично. Все прошло. Все отлично. Это моя версия моста. Заканчиваем. Все. Фух. Получилось. Слава богу. Мы прошли. Аллилуйя. Вот тут снова. Ну-ка, если я нажму. Нет, ничего не происходит. Блин. Так, рычаг этот хочется подергать, чтобы меня куда-то телепортнуло. Но нет. Это так не работает. Мешалка. Бетономешалка. Я вижу. Можно войти здесь. Так, давай мы посмотрим карту вокруг вообще. Что мы тут имеем. Там он фермер какой-то. Участочек свой возделывает. Сейчас я сюда схожу. А здесь как бы ничего. Но я прыгнул на всякий пожарный. Все, ладно. Выходим сюда. Поглядим, что там. Давай, входи. Внутри же явно что-то. А, это мы к фермеру вышли. Привет. Привет, фермер. Наивная садовница. Мне про тебя говорили. Я прочла в интернете, что пирамида это на самом деле маяк пришельцев, который контролирует сознание людей. А божьи коровки это микродроны, шпионящие за нами. Помоги мне собрать 20 божьих коровок, и я спасу мир. Ага, несколько уже нашлось, но мне нужно больше. Понятно, значит, ей мы сдаем божьих коровок. Она реально с катушек ехала, она сумасшедшая. Я думаю, что пирамиды это пришельцы, все дела. Ладно. Давай дальше идем. На восток. Мы на востоке. Я вижу снова хамелеончика. Хамелеончик, иди к папочке. Я знаю, кому тебя отдать. В обход, значит, идем. Блин, тут не пролезть. Через воду может? Через воду никак. Кошка, отойди, ты мне мешаешь. Мне тут нужно как-то пальмы срюбить. Я здесь вообще никак не обойду. Кусты мешаются. Их тоже не пробить, не разбить. Кошку не шугануть, может? Нет, с кошкой тоже ничего не сделаю. Видимо, мне сюда пока рановато. А как тогда? А в принципе, здесь некуда и выйти-то, смотри. Я тут не поднимусь никак. По идее, вот так дыр-дыр-дыр. Ну, тут дерево, тут вентиль есть. Угу. Угу. Интересно. Но пока что мне сюда как бы незачем. Ладно. Возвращаемся, откуда пришли. Назад. Божьи коровки. Я подумаю насчет этого. Стоит ли их тебе отдавать. Значит, значит, куда-куда еще мы можем пойти? По лестнице спуститься, да? Хопля. По лестнице спустились. Идем к трактору. Сейчас будем долбить вот эту часть земли. Но прежде вот... А, вот сумасшедшая вот эта вот консерватор. Консерватор. Ммм. Я думал, что это сумасшедшая бабушка, но нет. Здравствуйте. Добро пожаловать в катакомбы. Я консерватор. А вы, должно быть, пришли на экскурсию. С тех пор, как эти хулиганы-строители начали работать, ко мне почти никто не заходит. А что вы здесь делали все это время? Исследовала, что же еще? И консервировала. Моя работа укреплять рушащиеся гробницы, прежде чем время ее уничтожит. Тут недавно заклинила дверь, которая, кажется, введет в старую пирамиду. Как же я буду ее реставрировать, если не смогу попасть внутрь? Мне удалось расшифровать часть надписей, и в них говорится, что эта гробница принадлежит ранней династии. И что дверь открывается тремя иероглифами. Но вы не знаете, как они выглядят и где их искать. Верно. Мы осмотрели все вокруг пирамиды, но не нашли ничего подходящего по описанию. Правда, была одна странная находка. Она попалась нам в пещере, что у меня за спиной. Что-то вроде цоколя. Я всю жизнь занималась консервацией, но такого никогда не видела. Цоколь, говорите, очень интересно. Взгляните сами, если хотите. Если повезет, заодно найдете нужные иероглифы. Конечно, конечно, конечно. Она убежала. А мы сейчас в пещеру пойдем. Но прежде я хочу на трактор залезть, если можно. Я смогу на трактор залезть? Нет, трактор, видимо... Жалько. Жалько. Но я уверен, что мы этим трактором будем копать потом вот здесь. Почему-то мне так кажется. А пока мы отправляемся в пещеру, где, возможно, найдем иероглифы. Ну и, собственно, сам цоколь. Мы почти под пирамидой. Ой, я потерял собственность превращаться для удара. А, способность превращаться для удара. Он потерял. Блин, а как же быть-то без нее? Любопытно. Что-то в этой комнате блокирует мои новые навыки. Наверное, вот эта вот штука. Но я чувствую мощный поток энергии от этой колонны. Давай попробуем ей воспользоваться. Ну, давай попробуем. Почему бы и нет? Прикинь, сейчас тут босс появится. В этой интересной комнате. И начнется месиво. Выбрать навык удар. Взаимодействовать. Ладно, подожди. Давай вот эту выберем. Странно. Ладно, давай взаимодействовать. Во что он превращается? Я не понял, в какую-то фигню в шляпну превратился. В отбойный молоток, что ли? Минуточку. Ого. Откуда взяли все эти стены? Любопытно. Похоже, они были спрятаны в другом измерении. А я обладаю способностью их материализовать. Чудеса многомерного пространства. Думаю, теперь мы найдем выход. Давай осмотримся. Вдруг тут еще что-нибудь есть? Прикольно. Подожди. А, я поменял способность на другую способность, чтобы через миры перемещать стены. Ого, ты видел, какой скелет? Смотри. Ага, забавно. Ха-ха. Ха-ха. А что это за вентиль? Но я с ним взаимодействовать не могу. Забавно. Это типа рентген какой-то или что? А как мне со всем этим взаимодействовать? Кто-нибудь мне расскажет? Ну, вентиль, допустим, я вижу. А, вот. Я материализовал это дело. Сейчас, подожди. И вот теперь я могу это крутить. А, я подхожу и материализую его. Все, прикольно. Взаимодействовать. Нам к сундуку вон тому нужно подойти. Так, подожди. Подожди, давай назад вернемся. И еще один вентиль запустим. Вот здесь вот я его видел. Вот он. Нифига себе прикольная штука. Интересно становится очень играть. Вот это вот крутим. Понятно. Понятно. Сейчас я тот вентиль... А, подожди. А, подожди. Символизирует удачное перерождение. А там в конце ничего нету? Нет, в конце ничего нету. Все понятненько. Значит, идем сюда. Вот еще, кстати, иероглиф. Собрать. Что там у нас? Иероглиф скоробей. Краска потрескалась, но здесь можно различить жука-скоробея. Здесь ничего в этой комнате нету? Нету. Тогда покрутим вот этот вентиль, потому что он... А, он все равно там заблокирует. Так, ну мы тогда сможем пройти туда, наверх. Смотри, вот сюда. Тут тоже ничего нету. А здесь прыжки нужны. Видишь? Символ прыжка. Так. То есть, по-хорошему, мне везде нужно вентили пооткрывать и потом взять прыжок. Ладно, давай так и сделаем. Давай так и сделаем. Верните обратно. Угу. Вот. Теперь откроем вон ту часть. Ага. Бежим материализовать эту штуку. Давай. Вот. Дальше вон туда надо попасть. А, туда не попасть. Туда не попасть. А как же мне туда залезть? Ну, допустим, давай прыжковую сейчас вот эту вот сторону оставим. Я сейчас возьму прыжок. Вот. И пойду прыгну там. Может, что, еще раз блокирую? Ага. Огонь есть. А, мне их просто зажечь нужно. Допустим. Я тогда сделаю так. И... Блин. Если я сейчас вот тут крутить начну, то да. То там закрывается. А если я сейчас... Подожди, у меня прыжковая же сейчас. Да. У меня прыжковая. Мы идем прыгать тогда здесь. Ага. И нужно, наверное, возвращаться... Нет. Не нужно возвращаться. Мы покрутим вот это вот. Давай крутись. Вот. И зажгаем еще здесь. Отлично. И остался последний факел. А можно как-то наполовину оставить приоткрытой? Нет. Нельзя. Как же мне тогда вот эту дверь оставить открытой? Короче, смотри. Я увидел, что у меня вот тут вот открыто. Вот здесь вот. Вот вот. Вот здесь открыто. Тут вот так вот проходишь. И можешь тут тянуть. Вон оно что. Сейчас. Материализовали. Рычажок. Потянем. И вот дверь открылась. Да. Отлично. Все. Теперь мы точно пройдем. Теперь мы знаем чего, как. И все отлично. Сейчас здесь обратно вентиль отвернем. Вот. Побежали. Там у меня уже все, по-моему, сделано. Ну-ка. Ага. Спокойно теперь здесь пробегаем. Зашибись. Материализуем здесь новую какую-то штуку. В вентиль, наверное. А, нет. Это иероглиф. Это иероглиф. Давай. Так. А вот эту дверь как нам открыть? Иероглиф сокол. Символизирует власть фараона. Посланника небес. Мы нашли все иероглифы. Думаю, пора обрадовать консерватора хорошими новостями. Да, но прежде нам нужно отсюда выбраться. Еще и сундук там есть. Давай вот здесь вот покрутим. Посмотрим, что произойдет. Во! Вот и все. Гололомка решились. Только мне нужно сменить способность. Давай-ка обратно. Ох уж это беготня. Туда-сюда. Туда-сюда. Интересно, а вот эти способности рентгеновские, они нам еще где-то пригодятся или нет? Хотя там, где они нужны, появляются иероглифы зелененькие. Поэтому я думаю, что нет. Я больше нигде зеленых иероглифов, кроме как здесь, не видел. Готово. Сундук открыт. Там куча бананов, наверное. Я буду дико удивлен, если там будут не бананы. Ура! Теперь мы можем выходить. Слава мне. А в кирпичику, как говорится, да? Все, вылазим от сюда. Бездором, бездором, бездором. Безим, безим. Безим, безим, безим. Сундук. С бананами, по-любому. По-любому там бананы. Что еще могут нам... Ха, не бананы, а что это? Мороженое, получено 50 мороженых Ну да, мы же Как бы получается в пустыне И какие тут бананы, тут мороженое Нужно охлаждаться Все иероглифы нашли, давай теперь поболтаем С нашей бабулечкой Превосходно Вы нашли плитки с иероглифами А теперь вставьте их в обелиск Рядом со мной А, ну тут их наверное по порядку нужно как-то вставить Кажется консерватор Говорила, что иероглифы нужно поставить сюда Давай установим Найденные иероглифы на обелиск Я уже ставлю Теперь все части на местах Мы попадем сейчас в пирамиду Круто Великолепно дверь открылась Вы вставили плитки с иероглифами На место и теперь вход в гробницу открыт В древние времена об этих животных Слагали легенды Скоробейк катил солнце по небу Шакал охранял весы в загробном мире А соколу было доверено всевидящее око Ну что, идите исследовать Потом расскажете, что нашли А вы разве с нами не пойдете? Ой, я бы с радостью Но я только что вспомнил, что мне нужно подождать здесь Мало ли вдруг туристы придут А страшные чудища и смертельные ловушки Тут вовсе ни при чем Ладно, приятной вам прогулки Пока Засала бабулечка Бабулечка Ты же так хотел туда попасть Приключения и все дела Она туристов будет ждать Короче, она испугалась ловушек Исследовать гробницу О, попрыгайчик или это белка, не знаю Пойдем ее возьмем Хоп Это кролик Какое красивое животное Наверняка пригодится в будущем Конечно, пригодится Черт, мне нужен переключатель здесь А, вот я теперь как могу переключаться А зачем я тогда бегал? И эти способности Как бы переключал там Ладно, это не важно Песок убрали Хотя, знаешь что? Ага, песок ушел Там, скорее всего, писали Вот тут снизу Как использовать Вот эти способности Как между ними переключаться Но я профукал этот момент Я даже не обратил внимание На эту табличку Поэтому вот как-то так Ладно Включаем Я думал Колбочку там разбить Эту, но нет Спускаемся все ниже и ниже Глубже и глубже Возможно, найдем здесь Кого-то очень древнего Переключаем Здесь есть вот такая штука Мы ее дернем И что будет? Сундук опустили Угу Бежим обратно Забирать наше мороженое Вот сюда еще надо будет зайти Посмотреть там Закуточек такой интересный Мальчик, что там Спрятано Опля Молозунка На тапочки, похоже, красные еще, кстати Когда не вытаскиваешь их оттуда У меня, значит, 100 мороженых А это говорит о том, что я пойду Скоро закупаться К продавцу приду и говорю У меня мороженое здесь Давай торговать Сюда я не могу попасть Могу здесь выйти А могу вон туда Внутрь зайти Ну давай зайдем Посмотрим, что там Мне правда нифига не видно Это Вон сундук еще Смотри Готово Что в сундуке Еще мороженое Десятка Здорово И чего ж вот эта сияющая фигня Дико привлекательная фигня Но непонятно Значит здесь все Идем теперь сюда И ловушечки И ловушечки Я их уже здесь вижу Нужно будет сейчас мост построить Чтобы их пройти Ну-ка Построй безопасный переход Через глубокую яму Вот эта вот штука Меня напрягает Очень Так А к ней можно как-то Пристыковаться? А нет Наверное никак Я к ней не пристыкуюсь Хорошо Начнем же строительство Наверное Я просто не совсем понимаю Как здесь лучше поступить Наверное сделать вот так вот И Вон такую длинную штуку Наверное А может и не такую длинную штуку сделать Вот так вот если И вот тут вот так вот Если Норм же Вроде норм А здесь мы делаем Смотри какую штуку Хопля Типа ступенечки наверх Тут нам тоже нужно поставить Такую штуку Хоп Хоп Все сходится Главное чтобы это все Не обрушилось нафиг Дальше у нас идет В эту сторону Теперь Как бы мне тут Как бы Как мне зацепиться Можно было бы тут как-то зацепиться Но там никак не зацепиться Поэтому все плохо Можно сделать Вот по краю Вот так вот обойти Но Это хлипко Давай запустим эмуляцию Хотя нет Смотри-ка Проехал спокойно Ну ладно Раз это сработало До сундука Правда не добраться Хлыст Здесь можно где-нибудь Заюзать Походу нет Походу нет Походу нет Вот сюда можно А туда не спуститься Потому что там песок Но можно вот эту штуку Взорвать Но для чего Зачем я тебя могу взорвать Просто так Ради интереса Ага Скелет Стой Кто идет Это мумия Начальник страж гробницы Как вы смеете Вторгаться В священную усыпальницу Царицы Погоди Мы просто пытаемся Выяснить Отчего наверху Столько неприятностей Пожалуйста Пропусти Нес Ну Священные тексты Позволяют Посещение Царицы Родным и друзьям В приемной часы Мои стражи Проверят Насколько хорошо Вы знаете Царицу Докажите Что вы ее друзья Тогда сможете Пройти в приемную И Простите Мое святотатство Но одежда И аксессуары У вас просто Божественные Спасибо За последние 3000 лет Мода Шагнула Далеко Вперед Опять Землетрясение А все Он посмотрел Как мы одеты Сказал что у нас Невероятно Крутые украшения И Ну типа Мы богато одеты И поэтому Он нас пропустил Здорово Здорово Но там у нас Решетки Я вижу решетки И я еще могу Вот здесь вот Пройти куда-то Пойдем сходим Да блин Пойдем сходим туда Поближе подойти Что здесь Нас ждет Какая-то А божья коровка В гробнице Божья коровка Да ладно Я думал тут Скоробея увидеть Еще кого-нибудь Мумию Да Но никак не божья коровка Значит Здесь Ясно все Сейчас подсветим Еще один Страж Внимание Первое испытание Почтение предков Наша царица Уважает традиции Своего народа И памятники Своих предков Кирпич Кирпичи Комиды И обелис Обелиголиски Обелиголиски Вот это название Вы должны построить Модель одной Из древних Усыпальниц А я как раз Искал Чтобы почитать Читать Прошлое Наш долг Проявить уважение К этим местам Для моего народа Они священные Ладно Ладно Построим мы Вашу модель Ну Начинаем Научиться Нет Учиться я не буду Я сразу строить пойду В принципе Тут все Вроде бы Понятно Вроде бы Но не факт Так Давай короче Все сначала Значит Длинная Обязательно Должна быть снизу Вот мы ее поставили Дальше Наверное Вот что я искал Значит Вот она здесь подходит Потом Уголок какой-то Должен быть Наверное Нет Это слишком Вот типа такой Да Сюда Нужно что-то Еще Вставить Например Если я поставлю Сюда Вот Подходит Потом Вот Нижнюю часть Собрали Отлично Все сошлось Теперь нам нужно Собрать Второй ярус Второй ярус Как бы он выглядел Наверное так Здесь Нет не проходит Здесь закоулочек Закоулочек Не подходит Если мы поставим Если мы поставим Так Во Подожди-ка Вот И О Сошлось Но не совсем Правда У меня Не хватило деталей А Там две штуки Лежит Все Тогда точно Сошлось Я думал Деталек не хватило Наконец Построилась пирамидка Чудно Закончить Все получилось же Да Пирамида Шикарна Просто Ты мне Что-нибудь Скажешь Нет Эй Друган Как тебе Моя пирамида Вы доказали Своё мастерство Безупречная Копия Вы даже Добавили Традиционную Древнюю комнату Для гостей Древнюю сауну И древнюю дорожку Для боулинга Идеально Нифига себе Я там это Все построил В этой миниатюрке Кто бы мог Подумать Что изучать Древние пирамиды Так интересно Я даже не знал Что древние Египтяне Играли В боулинг И сауна У них была Идем На следующую дорожку Где нужно Что-то построить Где мы Что тут будем Строить Вот здесь Видимо Но Сперва Зайдем сюда Тут наверное Тоже божья коровка Нет Хамелеон Хамелеончик Покажите Что здесь За стол Наверное Здесь будет Бильярд Или шахматная Или что там У них Еще есть Ну-ка 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 Дай поболтаем Внимание Следующее испытание Почитание Кошек Наша Царица Всегда обожала Кошек Как и ее предки Надо сказать Они сейчас Пользуются популярностью Тогда это испытание Не вызовет Трудностей Царица Души Нечает Своей кошки Только вот по этим Твердым Каменным стенам Крайне неудобно Лазить Соорудите что-нибудь Для кошки Чтобы ей было Чем заняться Я даже представить Не мог Что мы сейчас будем Строить какую-то Кошачью Безделушку Больше на стол Похоже Так И вот кошечка Вверху Ха На ней значок Испытуем его Наклеен Ну вот Ну по-моему Шикарно Просто Вот эту вот еще Штуку можно Вот сюда добавить Типа Или нет Вот сюда Вот давай Лучше туда ткнем Вот Это типа Ногти скрести Ну получается Вот она сюда Запрыгивает А кстати На самый верх Давай ее посадим Вот Ничего не сломай Подожди немного Симулировать нужно Да Сейчас симулируем Значит вот кошечка У нас сидит На самом верху Я бы даже ее Может сюда посадил Но нет Там очень опасно Давай мы ее Вот так вот сделаем О Короче Вроде все круто Давай Симулируем Вроде все держится Все отлично Все красиво Ае Закончить И вот врата Открылись И там чаша Бичим-бичим Что ты скажешь Дружок Ты что-нибудь нам скажешь Напоследок Вы доказали свое мастерство Какая Продуманная Конструкция Развесистая крона Ствол Когтеточка И Повсюду Лежанки Милу Будет В восторге Ее Милу Зовут Кошку Царицы Ясно Вот это она Наверное Милу Это ты Милу Нет Это просто кошка Это просто кошка Птичку Птичку Надо взять Обязательно Че расскажешь Снова слуга Внимание Следующее испытание Создание Роскошного интерьера Мне послышалось Честно говоря Двое других стражей Очень серьезно Подходят к испытаниям Не сомневаюсь Они вас проверили А мне просто жуть Как наскучили Однообразные Песчаные стены Ни капли цвета Я не хотел Становиться Стражем Гробницы На долгие Тысячи лет Я хотел быть Дизайнером интерьера Моя душа здесь Та-та-та-радает Прошу Добавьте сюда Хоть что-нибудь Для радости Окей Мы добудем Да, добудем Мы построим Но это Сделаем в следующей серии Так что потерпи Еще пару деньков Окей А на сегодня Это все Если тебе понравилось То не забудь поставить лайк Если ты еще не поставил И подписаться Если ты еще не подписался Чтоб не пропустить Следующих роликов По нашим прохождениям В которых мы с тобой Собственно И увидимся Так что До встречи